На однолинейной новодистанции! Шага! Парш! Военный учебный центр Крымского федерального университета открыл цикл медицинской службы. Ведущий вуз полуострова стал первым среди организаций подведомственных Министерству науки и высшего образования России, где ведется подготовка военных медиков. Министерство доверило нам первым гражданскому вузу готовить курсантов по военно-медицинской подготовке. Поэтому, ребята, на вас опять же лежит такая огромная ответственность. Я уверен, что все будет правильно, мы оправдаем это доверие. Набор курсантов стартовал в октябре 2020 года. В этом году на медицинскую службу в военном учебном центре Крымского федерального университета поступили 24 человека. В течение первого полугодия курсанты будут изучать предметы общевойенной подготовки, а потом перейдут к получению специализации. С сентября месяца у них начнется специализация. Это по военной медицине, радиология, токсикология, военно-полевая хирургия, военно-морская хирургия, военно-полевая терапия, военно-морская терапия. Подготовка курсантов будет вестись по двум направлениям. Медицинская служба в наземных войсках и медицинская служба в силах флота. Что особенно важно, обучение на первом направлении могут пройти и девушки. В этом году первые студентки медицинской академии уже вступили в ряды военного учебного центра. Это дает возможность мне в дальнейшем связать свою жизнь с вооруженными силами России. Мне интересно это, так как специфика очень даже обширная и дает куда расти. Для многих курсантов подготовка здесь – это возможность получить новые знания и навыки, а также реализовать себя в военном деле. Я поступил в военную кафедру с целью повысить свои знания, то есть повысить свои знания в хирургии, в полевой хирургии и также знать больше, так как это дает шанс повысить свою квалификацию. Обучение длится два с половиной года, а по окончании подготовки выпускникам присваивается воинское звание лейтенант Сапаса. На церемонии открытия цикла представители Министерства обороны выразили надежду увидеть выпускников центра в рядах вооруженных сил России. В процессе обучения, я надеюсь, кто-то из вас примет решение о том, чтобы влиться в ряды вооруженных сил и стать уже офицером кадровым. Помимо открытия нового цикла, на церемонии были присвоены первые воинские звания офицеров запаса выпускникам военного учебного центра Крымского федерального университета. Лейтенантские погоны получили 41 человек. Да, конечно, учебный центр очень много. И дисциплинированность, и осознанность в жизни. Сейчас, нахожусь в раздумьях, либо пойти по гражданской специальности, либо связать свою жизнь с военным делом. Еще не решил. Работы по открытию цикла медицинской службы начались два года назад. Тогда Крымский федеральный университет инвестировал 17 миллионов рублей в капитальный ремонт помещений и закупку нового оборудования для подготовки военных медиков. Ольга Якименко, Сергей Мельник, Никита Шостак. Пресс-служба Крымского федерального университета.